Сегодня утром в Самаре не было напряжения в трамвайной контактной сети по улице Советской, от улицы Победы, по улице Ташкентской до улицы Старозагора в оба направления. Простаивали трамваи маршрутов номер 21, 22, 24, 24К и 25. Велись ремонтные работы. Около 9 часов утра движение было восстановлено. Сегодня глава региона Вячеслав Федорищев работает в Ульяновске. В Рио губернатора в роли возглавляющего комиссию Госсовета по направлению промышленность посетил выставку беспилотных летательных аппаратов и ознакомился с местными разработками. Кроме того, Вячеслав Федорищев встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. На ней руководители обсудили возможности кооперации двух команд правительства. Вместе с тем делегация Самарской области, в чей состав вошли представители бизнеса и высших учебных заведений региона, также работает в Ульяновске. В телеграм-канале регионального избиркома появилась информация, что в качестве кандидатур для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации Вячеславом Федорищевым предложены Дмитрий Азаров, Марина Седухина и Андрей Трифонов. Глава региона Вячеслав Федорищев провел две встречи с главами муниципалитетов. Об этом в Рио губернатора сообщил в своем телеграм-канале. Первые с Александрой Гожией, главой Октябрьска, обсудили перспективные планы города и текущие проблемы пути решения. Также Вячеслав Федорищев рассказал, что в ходе встречи с Валерием Фроловым, главой Кенель-Черкасского района, обсудили последствия сильного урагана, от которого особенно сильно пострадало село Красная Горка. Принято решение увеличить размер выплат. Это будет нефиксированная сумма 10 тысяч рублей, как предполагалось ранее. Будет рассчитан реальный ущерб и его компенсируют жителям. В Красноглинском районе Самары с 24 июля по 1 августа ввели запрет на розничную торговлю алкоголем. Это связано с проведением форума Иволга. Соответствующий документ опубликовали на сайте регионального правительства. Ограничения действуют с 8 утра до 11 вечера и распространяются на следующие населенные пункты – Вентай, Прибрежный, Пескалинский взвоз и Задельные. Однако в ресторанах общепита алкогольная продукция будет продаваться. Госдума приняла закон о создании специальных условий для обучения детей с ограниченными возможностями. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Так, учебные заведения обязаны обеспечивать ребят учебниками, дидактическими материалами, специальными средствами обучения, включая технические устройства ассистентов и переводчиков жестового языка. Предлагается создать комиссии при Центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по выявлению детей с особенностями развития. Сегодня на Землю обрушилась магнитная буря умеренной силы. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии гелиофизического приворостроения. Ученые отметили, что геомагнитный шторм начался в 7 утра по самарскому времени. Магнитная буря – хоть и незаметный, но серьезный фактор – ухудшение состояния многих людей. В такие дни могут появиться головные боли, проблемы с сердцем и даже кровообращением. В связи с этим стоит снизить свою физическую активность и ограничиться легкими прогулками. Особенно важно соблюдать режим сна и употреблять в пищу больше полезных продуктов.